Добрый вечер всем, кто к нам присоединился. Благодарю за внимание. Мы читаем апокалиптические видения в книге Даниэля. Сегодня мы кое-какие вещи подытожим, но я напомню вам прежде всего, что изменился совершенно в том книге. От нарративного материала мы перешли к видениям, к визионерству. И первое такое видение появляется в седьмой главе книги Даниэля. Эта глава является некоторой элиминацией, границей между двумя частями. Возможно, это одно из объяснений того, почему она написана на арамейском языке. Ведь нарративы написаны на арамейском языке, видения написаны на иврите. И по предположению некоторых исследователей, вот эта седьмая глава книги Даниэля, которая содержательно принадлежит видениям, а в языковом смысле, поскольку написано на арамейском языке, вроде как нарративной части, является таким вот более плавным переходом. Тем более, что, как мы уже отмечали, она связана с тем сном Навуходоносора, о котором рассказывалось во второй главе. Там тоже была модель четырех сменяющих друг друга формаций, царств или царей, и все кончалось победой некоего царства, которое на самом деле символизирует божественную победу. И там, собственно, кончалось это видение и его объяснение, которое дает Даниэль, что в одни этих царствованиях, царствований Бог Небесный воздвигнет царство вечное, нерушимое и неприступное для других народов. Оно сокрушит и разрушит все эти царства, а само будет стоять вечно. Поэтому ты видел, как от горы сам собой, без помощи рук человеческих, откололся камня, разбил железо, медь, глину, серебро и золото. Это во второй главе. И там Даниэль толкует сонного Навуходоносора. В седьмой же главе Даниэль удостаивается видения и просит у некоего стоящего, из дальнейшего будет очевидно, что речь идет об ангеле, истолковать ему видение. И толкование заканчивается похожим образом. Но воссядут судьи и отнимут у него власть, у четвертого зверя. Он будет погублен и навсегда уничтожен. А народу святых Всевышнего будет отдана царственность, власть и величие всех царств под небесами. Царство его царство вечное, всякая власть подчинится и покорится ему. И в этой связи, на чем мы закончили разговор в прошлый раз, мы вернемся к образам самого видения. А после появления четырех зверей, таких мифических существ, выходящих из морской пучины, мы переносимся по принципу контраста на небеса, где воздвигается престол, и на этом престоле сидит Атик-Ямин, древние днями. И очевидно, что эта фигура символизирует никого-либо иного, кроме как самого бога. И начало, на самом деле, мы об этом сказали в прошлый раз, такому изображению было положено уже в пророческой литературе. И Шаяху Бенамос изображает бога, сидящего на престоле, а вслед за ним Ихискель Бенбузи изображает бога, сидящего на престоле. В книге Даниэля не говорится напрямую, что это бог, но это достаточно явствует из всего описания, причем описание такое антропоморфное, его одежда, как белый снег, волосы, как чистое руно, престол, пылающее пламя, колеса, огонь горящий, огненный поток течет, выходя от него, тысячи тысяч служат ему, тьмы и тьмы перед ним стоят. Да, это как бы, по всей видимости, те, кто служат ему, это ангельские структуры, тысячи тысяч, тьмы и тьмы. Образ огня, связанный с богом, это очень древний образ. Он появляется в самых древних слоях Торы, например, где бог называется Эш-Охла, огонь пожирающий. А в том же видении Ишаяу Бенамоца, Исаии, который я упомянул, бог окружен некими ангелами, которые называются Серафим. А Серафим – это, собственно говоря, кто такие? Это огнедышащий змей. Более полное их название – Нехашим Серафим. Сараф – это тот, кто сжигает. Так что образ огня совершенно не случайен здесь. И по всей видимости, перед нами картина суда. Судьи воссели и раскрылись книги. Опять же, образ бога как судьи и некоторой его ангельской свиты как образов судьи. Тоже очень древний образ, уходящий на самом деле своими корнями еще в языческую культуру, где божественный пантеон является одновременно некоторым божественным судом. А в библейской литературе, в Танахе, например, в Псалмах, в 82-м Псалме, тоже мы видим похожую очень картину, где говорится, что Бог восстал в божественной общине, и он там судит. Элухим Ницав Беадат Эль Бекерев Элухим Ишпот. Так что все эти образы, они достаточно укорененные в библейской литературе. Про книги мы тоже сказали, книги раскрываются, судейские книги. Опять же, наиболее древнее упоминание книги, принадлежащей Богу, мы находим в Торе, Муше упоминает ее, а с другой стороны, книги Малахи появляются, книги, которые сопровождают день божественного суда. И там записывается, как там сказано в книге Малахима, будет писаться книга памяти перед ним, которая посвящена боящимся Богом и почитающим его имя. Потом в романистической литературе это растет дополнительными подробностями, что в книге записываются дела праведных и дела злых. И вот здесь появляется дополнительный образ. Образ таинственный, с облаками небесными, приближается вот в облаках, некто, кевар и наш. Я открою сейчас текст, чтобы он был перед вашими глазами, кто, может быть, читает по-арамейски, сможет его понять. Но так или иначе, вот он видит в ночном видении, вот вместе с небесными облаками, тоже белый, соответственно, белый цвет здесь играет большую роль, как сын человеческий приходит и подходит к ветхому или древнему днями и его подводят к ветхому днями и даны ему во власть честь и царство и все народы, роды и племена ему покорились. Власть его, власть вечная, вот одно. Шольтане, шольтан алам, шольтане шольтан алам, его власть вечная, который не придет, и царство его не будет погубленным, царство его нерушимо. И эти же слова появляются в конце толкования поведения. Вот и говорится там тоже, что народу святых, святых Всевышнего или Всевышних, святых Всевышних будет отдано царство, и царство не это вечное, и власть всякая подчинится им, ему, этому народу святых Всевышних. Кто этот народ, я думаю, нетрудно догадаться, что речь идет о народе Израиля. То есть в рамках этого видения сын человеческий, бар-энаш, которого подводят к ветхому днями, символизирует, судя по всему, народ Израиля, который в некоторых текстах действительно имеет явные антропоморфные черты, хотя и не называется народ Израиля сыном человеческим. Сам этот термин, как я вам говорил в прошлый раз, подчеркнут автором книги Даниэля Уихискеля, пророка, которого Бог называет сын человеческий. Но Израиль нередко называется сыном Божьим. Как мы дальше увидим, эти наименования в какой-то момент перемешиваются. Они перемешиваются, но, по крайней мере, сейчас для толкования этого видения нам более или менее понятна картина, которая здесь возникает. Вот сменяются царства. Последнее из этих царств, четвертое царство, царство греческое, которое будет самым страшным и самым сильным. И среди, мы помним, что зверь, который символизирует это царство, у него 10 рогов на голове, которые, видимо, так полагаю, символизируют 10 царей династии Силевкида, а последний рог вырастает тогда, когда другие три выпадают. Это, видимо, Антиох Епифан, который пришел к власти, устранив, судя по всему, троих возможных кандидатов на царство. Двоих, по всей вероятности, то ли он сам убил, то ли, по крайней мере, допустил их убийство. Один, Деметрий, находился в римском плену. И там дальше говорится, что вот этот рог, это в 21 стихе, начал войну со святыми и побеждал их до тех пор, пока не пришел ветхий днями, и святым Всевышнего, или святым Всевышним, был произведен справедливый сунь, и пришло время у Малхута Эхесину Кадишин, и царствование унаследовали вот эти самые святые. Если расшифровка этого введения правильно, а мы в дальнейшем, читая книгу Даниэля, увидим, что, судя по всему, она наиболее напрашивающаяся, то, по всей видимости, подразумевается, что в скором времени Антиох Епифан будет сокрушен. Не исключено. Мы знаем, что Антиох Епифан умер как раз в тот период, когда после объявленных им анти-иудейских декретов вспыхивает хасмонейское восстание. И тут говорится о том, что уже в толковании сна говорится, что этот период продлится, как тут сказано, сейчас найду это место, вот, идан, бейданин, уплаг идан. Значит, идан – это некая единица времени. Или просто в сегодняшнем современном иврите идан обозначает эпоху, длительный период. Но в арамейском языке это одно из наименований наименований, одно из наименований времени. Это, собственно говоря, время. Если можно допустить в качестве рабочей гипотезы, что под словом идан здесь понимается год, тогда можно предположить, что он ставит время год иданин множественное число вполне возможно два года и еще полгода планы идан. Значит, мы знаем, что как бы вот военный, начало военных действий это как раз начало антиеврейских декретов, это 167 год до новой эры, а в 164 году храм был очищен. То есть вполне очищен Иудой Маковеем. То есть вполне возможно, что здесь как бы открывается перспектива нашего автора. И мы действительно увидим, что и дальше как бы наш автор дальше этого срока не идет. Вот есть антиеврейские, антииудейские декреты антиоха Епифана и есть очищение храма. Есть очищение храма. То есть вполне возможно, что наш автор был свидетелем этого события, которое конкретно описано в книге, например, в первой Маковейской книге, а также и во второй Маковейской книге, где излагается история Маковейского восстания. То есть это очевидно, тогда получается зашифрованная модель исторических событий, которая представлена как видение, требующее толкования, потому что сам визионер не понимает его, и для этого ему на помощь приходит ангел. Это на самом деле довольно стандартный литературный прием в литературе апокалипсисов. Ангел, объясняющий видение визионеру. На самом деле корни этого литературного приема находится в пророческой литературе, ибо в пророческой литературе библейской есть случаи, когда Бог объясняет видение пророку, например, в книге пророка Ермияу, а есть случаи, когда ангел объясняет пророку видение. Это в более поздних пророческих книгах, например, книге Захарии. Но при этом отличие серьезное, мы еще не раз его коснемся, заключается в том, что пророк это посланник, который не просто является визионером, а он, получив объяснение своего видения, с посланием идет в народ, в отличие от визионера, которого никто никуда не посылает. Ему объясняют видение, и на этом все заканчивается. сам он пребывает в ужасе и трепете. Теперь вернемся к фигуре сына человеческого. В рамках видения книги Даниэля, как я уже и сказал, по всей видимости, речь идет о символическом обозначении народа Израиля. Но эта фигура сын человеческий оказалась настолько притягательной в более поздней литературе, что ее стали воспринимать иным образом. Вот точно так же, как знаменитая 53 глава книги Исаии, которая описывает раба Божьего и его страдания, и которая в контексте возможно подразумевает опять же коллективный образ народа Израиля, удостоилась другого объяснения индивидуально. Кто-то считал, в том числе и среди еврейских комментаторов, что подразумевается сам пророк и его страдания, а кто-то увидел в этом мессианский образ, образ страдающего Мессии, образ достаточно распространенный в эпоху второго храма и подтверждением тому, судя по всему, являются некоторые кумранские тексты. И здесь уже прямая, прямой путь ведет к христологии, где впервые мы находим индивидуизацию вот этого образа сына человеческого из нашего видения книги Даниэля. Впервые это появляется в так называемом енохическом корпусе на наиврите Сифрейха Нох, по-русски книги Еноха, фигуры чрезвычайно интересные, появляющиеся в Танахе всего один раз Егеби решит, где говорится о том, что среди потомков НОАХа был среди, прошу прощения, среди потомков Адама был некто по имени Ханох, который о котором сказано лишь, что прожив 365 лет, важное число, потому что впоследствии с Ханохом будут связаны представления о формировании календаря, он был забран Богом, говорится, и ходил Ханох вместе с Богом и не стало его, потому что забрал его Бог. То ли Тора здесь скрывает уже существовавшие традиции о вознесении этого образа, подобно вознесению пророка Ильяву, то ли наоборот, на основании этого стиха в эпоху второго храма сформировались традиции о Ханохе, который удостоился вознесения на небеса, где ему были открыты небесные тайны, так или иначе была создана в эпоху второго храма на протяжении нескольких столетий. Так называемая инохическая литература, вот эти книги Ханоха, самые древние из которых, видимо, были созданы в начале третьего века до новой эры, так называемая книга, по-русски ее иногда называют, видимо, не очень правильно, книгой стражей, на самом деле это книга ангелов Сефер Ирин, вот, а более поздние, как, например, третья книга Ханоха, которую называют книгой видений, книгой видений Прошу прощения, не третья, а вторая, значит, нет, третья, сейчас, секунду, еще раз проверю, прошу прощения, значит, есть вторая книга, которая называется книга образов или притч, и четвертая книга, книга видений, так вот нас в первую очередь интересует как раз вторая книга, книга образов или притч, и вот в этой книге, в этой книге, которая, наверное, создавалась где-то в конце второго, в начале первого века до новой эры, появляются такие вот описания, ханох находится на небесах, ханох находится на небесах, 45-я глава енохического корпуса, и на небесах он видит не только Бога, он видит, что избранный Богом садится на престол славы и участвует в суде, и этот он видит единого главу дней, как ветхий днями в нашем тексте, и при нем другой, лицо которого подобно святым ангелам, святым ангелам, и ханох спрашивает одного из ангелов, кто это, этот как Сын Человеческий, откуда он, и почему идет с главой дней, и ангел отвечает, ему и говорит, это Сын Человеческий, который имеет правду, при котором живет правдой, который открывает все сокровища того, что сокрыто, «Ибо Господь Дух избрал его, и жребий его пред Господом духов превзошел все благодаря праведности в вечность, и этот Сын Человеческий, которого ты видел, поднимет царей могущественных с их лож и сильных с их престолов и развяжет узды сильных и зубых грешников сокрушит, и он изгонит царей с их престолов из их царств». И тогда это долгое длинное описание этого Сына Человеческого и ангелов, которые вокруг него и этот Сын Человеческий восседает возле Господа духов и его имя перед главой дней и прежде чем солнце и знамени были сотворены прежде чем звезды небесные были созданы его имя было названо пред господом духов то есть он как бы является своего рода таким предестинированным творением из древних был создан его имя было названо пред ним упадут и поклонятся все живущие на земле дальше он называется помазанникам господа моши мудрость божественная возливается на сына человечества как вода и слава не прекращается перед ним от века до века и он силен во всех тайнах правды и неправды и неправда придет перед ним как тень и не будет иметь постоянства и так далее и так далее я повторяю в этом месте книги Каноха очень очень длинное описание вот этого избранника помазанника сына человеческого и понятно что мне по крайней мере представляется что источником этого описания является этот наш это наша гораздо более краткое видение книги Даниэля и оно здесь переосмысливается сын человеческий из фигуры собирательной аллергически обозначающей народ Израиля народ святых превращается здесь в персону в персону превыше ангелов помазанник повторяю божий избранник сын человеческий созданный еще до всего до звезд его имя названо значит как бы кто за этой фигурой скрывается в этой книге Ханоха на этот счет есть много споров и однозначного ответа нет есть разные предположения что за фигура стоит за этим сыном человеческим книги Ханоха книги Еноха но мы знаем что через некоторое время через 200 примерно лет чуть меньше может быть авторы Евангелия делают следующий шаг в индивидуизации этого образа и придают ему совершенно конкретные черты под этим образом начинает пониматься Иисус я не обсуждаю сейчас вопрос об историческом Иисусе дело в том что как бы в Евангелиях сам Иисус себя отождествляет с этим сыном человеческим но понятно как бы независимо от того каким был исторический Иисус очевидно что за этим стоит некая адженда авторов составителей вот в частности например в Евангелии от Матфея мы мы читаем мы читаем вот такой вот текст в главе в главе 25 сейчас секунду когда же придет приидет сын человеческий во славе своей и все святые ангелы с ним тогда сядет на престоле славы своей соберутся пред ним все народы и отделит одних от других как пастырь отделяет овец от козлов и поставит овец по правую свою сторону а козлов по левую тогда скажет царь тем которые по правую сторону его придите благословенные отца моего наследуйте царство уготованное вам от создания мира ибо алкал я и вы дали мне есть жаждал и вы напоили меня был странником и вы приняли меня был наг и вы одели меня был болен и вы посетили меня в темнице был и вы пришли ко мне тогда праведники скажут ему в ответ господи когда мы видели тебя алчущими кормили или жаждующими напоили когда мы видели тебя странником и приняли или нагими одели когда видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе, и царь скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне, и так далее. И в 27 главе, 26 главе, где происходит суд над Иисусом в Санхедрине, в Синедрионе, к нему обращается первосвященник и говорит, заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли помазанник Сын Божий? И Иисус говорит ему, ты сказал, даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силой и грядущего на облаках небесных. Вы, естественно, улавливаете связь с нашим описанием, оно здесь прямо как бы надевается на Иисуса, тогда первосвященник раздирает одежды свои и говорит, он богохульствует, на что нам еще свидетели, вот теперь вы слышали богохульство его. Значит, подытоживая этот виток наших рассуждений, я еще раз говорю, что вот этот образ Сына Человеческого претерпевает некое качественное изменение и из коллективного образа превращается в индивидуальный, возможно, то обстоятельство, что пророк Ихискель на иврите называется этим термином Бен Адам, дало некоторый толчок для того, чтобы понять это выражение Бар и Наш, Сын Человеческий, как обозначение индивидуальной фигуры. Значит, мы здесь поставим в наших рассуждениях первую точку сегодня, и если есть вопросы, то самое время додать вопрос сейчас. Есть ли вопросы о главе книги Даниэля, которую мы с вами сейчас прочли? Текст непростой, конечно, требующий вдумчивого чтения, но все-таки сейчас мы его попробовали осмыслить, и если есть вопросы, то вы можете их задать. Вопросы, замечания, тем, как мы перейдем к седьмой главе. Вопросов пока нет? Ну, хорошо. Если вопросов нет, то мы тогда перейдем к главе восьмой, которая написана на иврите. И опять же представляет собой некое видение, похожее в чем-то на предыдущее, но все-таки отличающееся от него качественно. При этом наш автор соблюдает некоторую хронологию, что он говорит, что первое видение было в первый год Балшацара, царя Вавилонского, а второе, которое на иврите, в третий год царствования Балшацара. И здесь, как бы, с самого начала Даниэль говорит о себе в первом лице. Они Даниэль. Я Даниэль, вот мне было видение, я находился, при этом интересно, что он находится в Сузах. Казалось бы, если это при Балшацаре, то самое место, где ему находиться, это Вавилония. Но он его помещает в столицу Сузы, в летнюю столицу персидских царей. То есть у него тут, конечно, проблема с хронологией и топографией. Вот он находится на реке Юваль, на реке Уваль. Место совершенно реальное, упоминаемое еще в ассирийских надписях. То есть эта река нам известна. Это действительно река, которая находилась рядом с Сузами. И вот он поднимает глаза Даниэль и видит перед собой барана. Теперь уже не морские животные. И не айль эхад омэд лефнейга Уваль. Вот стоит баран перед рекой Уваль. И у него рога, рога высокие, и один рог выше другого, а самый высокий рог в самом конце. Мы поговорим о том, что это может значить. Я увидел, как этот баран избадал в разных направлениях, на запад, на север, на юг. И никакие звери не могли выставить перед ним. И нет никого, кто бы их спас от его руки. Тут неожиданно такой антропоморфный образ, от руки его. И делал он все, что хотел, и возвеличился чрезвычайно. Мы видим, что в этих видениях, как бы такие видения, притчи, звери заменяют собой либо людей, либо царство. То есть это как бы постоянный мотив. Я всматривался, он говорит, и вот я вижу козла. Он идет с запада по всей земле. И даже не дотрагивается до земли, почти летит. И у этого козла, это странный козел, мы бы ожидали, что у козла должно быть два рога, но нет. Рог один между глазами. И он подходит к барану, у которого много рогов, которого я уже видел, который стоял у реки Уваль, и побежал на него в гневе силы своей. Вот этот самый баран. И я увидел его, как он, не баран, прошу прощения, козел, народий козел. И я увидел, как он подходит к барану, и он накинулся на него, и победил его, поверг его, и расшиб ему оба рога, этому барану, и не было у барана сил стоять перед ним. И тот бросил его на землю и стоптал его, и никто не смог спасти барана от руки его. А этот козел усилился чрезвычайно, но большой его рог, когда он был очень силен, сломался. И выросли на его месте четыре рога по четырем концам света. И от одного из этих рогов вышел один молодой рог и возвысился чрезвычайно до юга и до востока. И в эльга цеви. Цеви – это буквально, судя по всему, слово цеви, которое обозначает, с одной стороны, желание и любовь, а с другой стороны – великолепие и красоту. Это связанные понятия. Значит, мы в скорости поймем, что это за место такое. И он возвысился аж до звезд небесных и бросил на землю это воинство и растоптал эти звезды. И настолько он возвысился, что его время был забран томид, то есть постоянное жертвоприношение. Внезапно он переходит от видения к тому, что за этим видением стоит. И было брошено на землю жилище священное его. И дальше говорится, что воинство отдано было след за этим постоянным жертвоприношением. Томид ему предано было на поругание, на издевательство и брошено было истинно на землю. И он преуспел в делах своих. Он преуспел в делах своих и на этом, собственно говоря, заканчивается видение. При этом Даниэль слышит, как разговаривают друг с другом святые, под которыми, судя по всему, подразумевается, опять же, ангелы. Доколи это видение, связанное с этим постоянным жертвоприношением, томид, и доколи преступление, поругание, на которое было отдано святилище, и воинство было растоптано. И сказал он мне, почему-то здесь появляется, как будто бы он обращается к самому Даниэлю, до вечера утра 2300, что это значит, пока не очень понятно, и будет оправдана или будет дана справедливость святыни. И когда я, Даниэль, видел это видение, я хотел его понять. И вот передо мной стоит, как будто бы, муж, и я услышал голос человека. И тот сказал, воззвал и сказал, Гавриэль, расскажи этому проведение. Здесь впервые в еврейской литературе дается имя ангелу. Об этом мы отдельно поговорим в следующий раз. Об ангелологии в книге Даниэля. Но пока что вот это такой существенный момент. Ангел Гавриэль должен объяснить Даниэлю сон. Он подошел ко мне. Я же перепугался. И упал на лицо. И он сказал мне, послушай, сын человеческий. Интересно, что здесь на иврите к Даниэлю обращаются так же точно, как, с одной стороны, к Ихисхелю. А с другой стороны, это буквальный перевод. Бар-энаш, тот самый человек. То есть, как бы, вот эта персонализация образа сына человеческого может черпать свои силы отсюда. Ибо, говорит он, придет установленный конец в этом видении. То есть, все предустановлено. Есть некая предистанция. Все известно, как будет. И когда он говорил со мной, продолжает Даниэль, я заснул на земле. И он коснулся меня и поставил меня на ноги. И вот, говорит он, я тебе сейчас сообщу то, что будет в конце гнева, ибо к сроку конец. Здесь такие непростые выражения. И вот перед тем, как мы, собственно, это прочтем, я обращусь к вам. Вот из этого описания, значит, зашифрованного, есть баран с рогами, последующий рог больше предыдущего. Есть козел однородий. Значит, сначала баран побеждает всех на запад, на север и на юг распространяется. Потом на него нападает, идя с запада, вот этот козел, который его поражает и растаптывает. А потом ломается рог у козла, и появляются четыре рога других. А потом у одного из них вырастает один рог, который в результате распространяется еще более сильно, пытается распространиться и доходит аж до великолепия или до красоты, или хацеби. Что это сбрасывает вниз звезды и приводит к осквернению святилища? Что это такое? Может ли кто-нибудь из вас попытаться дать толкование этому видению до того, как мы послушаем ангела Гавриэля? Что, собственно говоря, перед нами? Есть ли у кого-нибудь идеи? Хочет сказать? Мы должны понимать, что это все символика. Это то, что свойственно апокалиптическим видениям. Это символика, зашифрованная, которую в большинстве случаев удается исторически конституализировать. Ну, хорошо. Если мы не знаем, то мы послушаем, что говорит ангел Гавриэль. А говорит он следующее. Баран, ааль, ашеррейта, баля, карнаем, алхим, адай, уфарас. Здесь карты раскрываются. Это цари Мидии и Персии. Я напомню вам, что как бы Мидия в модели исторической предшествует Персии. Хотя, на самом деле, напомню вам, что Мидийцы были сильны как раз в тот момент, когда пала Ассирийская империя. И, значит, Мидийцы в союзе с Вавилонинами тогда восстали на обломках Ассирийской империи. А вот как раз, когда Кир Великий создавал Персидскую империю, он просто поглотил Мидию. А что же такое козел? Этот однородий козел – это царь греческий. А рог большой, который между его глазами – это первый царь. Так что же это за царь, который сокрушил Персов? Я думаю, сейчас мы уже как бы легко можем идентифицировать его. Что это за царь? Может ли это быть, Александр? Ничего другого просто не остается. Мы знаем, что Александр победил Давиа III, разгромил его армии в трех известных боях. Это произошло буквально за несколько лет. И положил конец огромной Персидской империи. Он сам завоевал все вокруг. Поэтому нет сомнений, что подразумевается здесь, конечно, Александр. И то, что этот рог сломался, тоже не случайно, потому что мы знаем, что Александр умер во время своего индийского похода. В результате чего, в возрасте, если я не ошибаюсь, 33 лет, в результате чего его гигантская империя сразу же распалась и была поделена между четырьмя диадохами. Потом это как бы все, два из этих четырех потеряли значительную часть своего влияния, но изначально было отдельное царство в Македонии, было царство в Малой Азии под предводительством Антигона, одного из военачальников Александра. В Сирии и Месопотамии Селевк первый, опять же, военачальник Александра. А в Египте Толемей первый, Лагим тоже военачальник Александр. Они поделили между собой власть. Вот они четыре этих рога. Значит, эти четыре рога, это четыре царства, которые восстали из одного общего, но уже не обладали такой силой, как у первого царя. Как мы видим, чем больше мы приближаемся к эпохе самого автора, тем более подробно он все описывает и тем более конкретно он это делает. А концу этих царств, когда нечестие достигнет, идет до своей полнотыки, восстанет дерзкий царь. Значит, что здесь значит невин хидот? Не очень понятное выражение. Ну, некоторые понимают это так, что это зашифрованное обозначение коварства, что он дерзкий и коварный, этот царь. И он усилится, хотя и не своей силой, и произведет ужасные разрушения, и преуспеет, и разрушит сильных, и народ святых. Кто же здесь подразумевается в нашем тексте? Кто может сказать, кто этот дерзкий и коварный царь, который наносит ущерб, который наносит ущерб, который разрушает народ святых? Кто это? Антиох Эпифан? Это Антиох Эпифан IV. Интересно, что автор перескакивает через целую эпоху. То есть его интересуют только селевкиды и то, что происходит при них. Он совершенно в данном случае отвлекается от Птолемеев, о том, что земля Израиля подала под властью Птолемеев около 100 лет. Он рисует здесь такую упрощенную картину селевкидской династии. Значит, ее высшей точкой, в то же время началом конца является правление Антиоха Эпифана, который унижает, оскверняет святилище Божье и народ святых. В альсихло, в ицлиах мирма баядо, вот его хитроумие, благодаря которому он правит. Значит, возможно, что здесь делаются намеки на то, как он захватил коварством власть и возвысится сердцем своим, и многих он сокрушит, вплоть до того, что восстанет на владыку владых. Альсар Сарим Яамон. Кто же этот Сар Сарим, владыка владык, на кого он попытается восстать? Вы понимаете, кто этот владыка владык? Сар Сарим. Термин, кстати, известный нам из месопотамской литературы, аккадской. Это сам Бог в данном случае. Он поднимется против Бога. Здесь, на самом деле, автор нашей книги наследует пророческим текстам, которые изображают, в частности, Ишаяу, сына Амоца, иноземных властителей, ассирийских, а потом бавилонских, как те, которые поднимаются против Бога, пытаются противопоставить им свою власть и обожествляют самих себя, и, разумеется, рано или поздно потерпят сокрушительное поражение. Это тоже самое произойдет и с этим царем Уве-Эфес-Яды-Ишавер. Он в результате будет сокрушен, но не человеческой рукой. Хотя Антиоха Эпифан умер, в частности, видимо, его смерть приблизила его двойное поражение в попытках захватить Египет, когда Рим противопоставил ему, Антиоху, свою волю и заставил его убраться в Освояси, а с другой стороны, Рим поддержал восстание Маковеев. Так что это, видимо, приблизило конец Антиоха. Так или иначе, автор понимает, что это все предрешено, это падение царя. И последние стихи этой главы говорят следующее. «И это видение вечера и утра, видение верное, ты же сокрой видение на долгие дни, не на долгие годы». Вот здесь, в этих словах, проявляется глубинное отличие между образом пророка и образом визионера, такого как Даниэль. А пророк посылается, опять же, я повторю, с тем, чтобы передать сообщение от Бога. Визионеру нечто тайное сообщается и объясняется, но при этом он должен это сокрыть. Сам Даниэль говорит о том, что ему было от всего этого очень плохо, и он чувствовал себя больным в течение ряда дней, и, тем не менее, исполнял свои работы у царя, и все время размышлял об этом видении и до конца его никак не понимал. То есть, подытожим, подытожим на данном этапе, что мы можем сказать. Перед нами совершенно особый жанр, который характеризуется несколькими бросающимися в глаза чертами. Значит, есть видения, которые даже сам, кто видит их, не понимает. Он нуждается в истолковании, потому что видения эти в форме неких зашифрованных притч, и объясняет ему это ангел. При этом эти видения представляют собой некую дальносрочную историческую перспективу с точки зрения того, кто их видит. Автор, разумеется, стоящий за этим видением для него, это скорее ретроспектива. Он толкует историю, создает некую историческую модель. При этом ему очень важно подчеркнуть, что эта модель установлена изначально. Она характеризуется преддестинацией. Это как бы все установлено Богом, просто скрыто от людей. Для автора воплощением зла является греческая цивилизация и ее главным своего рода апогеем появление Антиоха Епифана, которого он не называет по имени, но достаточно прозрачно намекает на него. И поэтому, с его точки зрения, она, несомненно, эта цивилизация, эта захватившая все алчная империя, рано или поздно должна пасть и установлен даже срок, когда, как мы видели в предыдущем видении, речь шла о примерно трех с половиной годах, а здесь появляется какое-то совсем хитрое число, которое ангелам не толкуется. О числах книги Даниэля мы еще отдельно поговорим. И это все требуется скрыть. В следующий раз мы увидим, что есть еще некоторые черты такого вот визионера. И мы подведем некоторый итог касательно сходства и отличия между таким визионером и библейским пророком. Уже как бы это обозначаем постепенно, но мы подведем в следующий раз этому итоги. Поговорим также об ангелологии в книге Даниэля. Тоже отдельный и интересный вопрос. Поставим здесь пока точку. Вопросы. Вопросы, встречания. Что-то, что осталось не до конца проясненным. Нет пока вопросов? Мы видим все. Сейчас посмотрю только в чате. Я вижу, что кто-то написал. Возможно ли соединение двух точек зрения персонального восприятия сына человеческого и Израиля. То есть сын человеческий есть и Израиль. То есть Маше представляет собой собрание Израиля. Значит, в ответ на этот вопрос, ну, как сказать. В принципе, в принципе, это возможное направление. Видеть в Израиле некоего коллективного мессию по отношению к народам мира. Потому что в конечном счете в разных древних еврейских источниках избавление предстает не только как избавление Израиля, но и избавление всего мира от зла. И Израиль находится здесь в авангарде. Поэтому, в принципе, да, можно сказать, что сын человеческий, который есть мессия-помазанник, одновременно является и народом Израиля. То есть эти две линии не полностью разделены. Они разделены в тех или иных литературных композициях, но в принципе они то, чтобы абсолютно противоречить друг другу. С этим я согласен. И второй вопрос, который здесь написан, от Игоря пришел. Если визионеру удается поверение скрыть и не сообщать другим людям видения, то зачем визионеру это открывается? Какая цель? Вы затрагиваете здесь чрезвычайно интересный вопрос. Дело ведь в том, что на самом-то деле целью автора как раз открыть, его цель открыть это. Он пишет этот текст, он пишет эту книгу, и он же объясняет, что это значит. То есть он как бы открывает это читателю. То есть это некие тайны. На этом же построены и другие визионерские тексты. И в Иханоха это есть, и в так называемом Откровении Эзры это есть, и в других текстах эпохи Второго Храма, о которых мы еще скажем несколько слов. Но при этом самому визионеру действительно говорится, что он должен это хранить в тайне, потому что еще не пришло время открыть эту тайну. Время придет, тогда всем станет ясно. Но это как бы некоторый секрет. Это тайна конца времен. Ее следует до поры до времени хранить. И сам же визионер, почему это ему открывается? Потому что он тому достаивается. И действительно дальше про Даниэля это будет объяснено, почему ему это открыто, а другим, скажем, людям нет. Вот как бы Даниэль, как некая особая фигура, как приближенная к Богу фигура, удостаивается этого. То есть визионер – это фигура, приближающаяся по своему статусу к ангельской. Иногда почти обожествляемая. В этом тоже одно из его отличий от пророков. И кто-то еще вслух что-то начал спрашивать, и я не дослышал. Кто-то что-то начал спрашивать вслух. Да, вот мевинхидот – это всегда, как бы все понимают это в каком-то негативном аспекте, то есть это некий злой умысел, некое коварство, или это можно все-таки понимать в каком-то более позитивном аспекте тоже? В принципе, теоретически возможно это так понимать, потому что мевинхидот – это может быть просто человек, понимающий загадки. Просто дело в том, что здесь, конкретно вот в этом месте, это находится в контексте, который строго осуждает того, кто мевинхидот. Ямод мелех аз паниму мевинхидот. То есть как бы мудрость, хитроумие, способность проникать в некие тайны, она не всегда идет на пользу, потому что она может привести к гордыне. И это то, как описывается здесь Антиох Эпифан. Антиох Эпифан действительно считал себя фигурой божественной и, видимо, психически был явно не совсем здоров. Вот, значит, я не могу однозначно сказать, почему здесь избрано именно такое выражение. Но может быть потому, что, значит, как бы вот он противопоставляет себя Богу, что он как бы пытается проникнуть, может быть, в тайные истории. Он считает себя неуязвимым. Он считает себя тем, кто как бы приводит историю к своему завершению, своей собственной победой. На самом-то деле он будет разрушен. То есть это не чистая мудрость, это не мудрость шлумо, это, как тут сказано дальше в объяснении, мирма. На ицлеях мирма. Это то, что я думаю. Еще, если есть вопросы, замечания, или мы завершаем сегодня? У меня такой вопрос, несколько, опять, с стороны. Что-то я не пойму, куда это все клонит. Собственно, вы говорите, автор, автор – это тоже понятие символическое, то есть там много авторов, это эклектика, это единый текст, это что собой представляет книга, собственно говоря, и какое могло быть у нее предназначение. Вот есть ли символика? Ну, допустим, она там заимствована что-то там из Вавилона, что-то оттуда, что-то отсюда, и с этими зверьми, и эта история. Значит, ну, понятно, что хотят показать, что Израиль победит, в конце концов, всех времен, так сказать, Машеха, вот, это Израиль вышел как бы на международную уже такой историю, вот, но сама эта книга, она несколько чужда к тому, что мы находим в других книгах, да, или я ошибаюсь? Я согласен с вами. Это редкий залетный кост в Танахе. Вообще непонятно, как она сюда попала. То есть не то, чтобы непонятно, как она сюда попала. Вот мы будем, у нас будет отдельное занятие, завершающий Танахический корпус, связанный с канонизацией, с вопросами канонизации и прочим. Тут как бы сыграло свою главную роль, возможно, то, что за этим всем стоит образ Даниэля, праведного июрейского юноши. Но, в принципе, это действительно редкий залетный гость, потому что мы не находим в Танахе вот эту визионерскую литературу, апокалиптику, хотя она была чрезвычайно развита в эпоху Второго Храма. Все остальные книги такого рода еврейские в Танах не пошли. Я привел вот несколько примеров. Были книги, значит? Были, были. Очень много. И есть, вот повторяю, енохический корпус, есть вошедшая в Септуагинту, например, видение Эзры, откровение Эзры, есть видение Баруха, сирийское и греческое, есть еще довольно немало разного рода таких вот текстов, все они носят псевдоэпиграфический характер, то есть приписываются каким-то героям. Только одна из этих книг вошла в Танах, значит, вот об этом мы отдельно будем говорить, почему. Но у всех у них, да, вот такое вот направление дать такое комплексное объяснение истории, где в конечном счете зло будет повергнуто и поражено, добро возвысится, добро, это, естественно, связано с народом Израиля и с божественной волей. И во всех вот этих произведениях в центре стоит такой вот сир, божественный визионер, который удостаивается этих видений. Это целый жанр. Книга Даниэля – это один автор или это много? Я думаю, что это не один автор, но и немного. То есть как бы трудно однозначно сказать. Значит, я описывал композицию этой книги. Очевидно, что тексты, вот эти нарративные тексты, повествующие о Даниэле и других героях, это плод работы одного автора, а, скажем, вот эти видения – плод работы другого автора. Некоторые считают, что рассказы о Даниэле и его друзьях были созданы в персидскую эпоху. Я с этим не согласен. На мой взгляд, они тоже создавались в эпоху греческую, чему свидетельствовали заимствованные греческие слова, которые мы видели. Но это, конечно, разные авторы. И были несколько редакторов, которые это все объединили и сгруппировали определенным образом. Так что получилась вот такая книга Даниэля. Скажите, вот я так понимаю, что у христиан к ней особый интерес? То есть они особенно поднаседают на нее? У христиан к ней особый интерес по двум причинам. Первая причина – вот это проведение, которое мы читали в начале сегодняшнего разговора, в седьмой главе, где появляется Сын Человеческий, который был отождествлен с Иисусом в христианской литературе. А вторая причина, которая, впрочем, была важна в не меньшей степени и для еврейской мысли религиозной, это идея о воскресении из мертвых, которая появляется в последней главе книги Даниэля. И об этом будет тоже отдельный разговор. Может быть, такая вот у меня гипотеза, вы скажите на сколько? Что вот была такая литература, значит, все это понятно, то есть это интересовало людей, значит, были авторы, которые, значит, интеллектуалы, которые это излагали, создавали символику, но вот что какой-то автор или группа авторов или именно заинтересованные, так сказать, именно в христианском каком-то варианте, что они создали просто из разных этих всех книг некую какую-то одну, потому что им как бы нужно было показать, что еврейская мысль, она идет как бы, она приближается к идее Иисуса, то есть чтобы... Смотрите, я понял вашу мысль, Эмиль, но я не думаю, что это так, потому что в книге Даниэля нет ни одного явного христологического элемента, потому что мы знаем, что некоторые книги, которые подверглись обработке ранних христианских авторов, были насыщены задним числом христологическими элементами, например, книга о вознесении пророка Исаии, Иль-Шаяу, да, вот тому яркий пример, можно найти в некоторых, действительно, апокалипсисах, в том же откровении Эзры, такие христологические глоссы, вставки. В книге Даниэля этого нет вообще, то, что интерпретация была дана одному из видений книги Даниэля в ранней христианской литературе такая, это отдельный вопрос, но в самой книге Даниэля нет ни одного места, которое каким-то образом содержит христологические добавки, причем этого нет ни в грецком тексте, ни в греческом. То есть книга была очевидно завершена до христианской эпохи, как бы самые поздние, по крайней мере, что касается еврейского текста, самые поздние оценки ее создания, это вот где-то канун, или даже, может быть, начало Маковейского восстания, то есть приблизительно с середины II века до Новой эры, до начала христианства остается больше, чем 150 лет. Так что нет, я не думаю. Я понимаю, да, но у меня как бы, в общем-то, на самом деле два варианта как бы заготовлены. То есть с одной стороны, это со стороны христианства могло быть, а с другой стороны, по традиции еврейской, текстовой культуры и, в общем-то, архетипа еврейского, они стараются, евреи все стараются как бы все, что происходит в мире, как бы подмять под себя, обобщить и показать через, так сказать, еврейский взгляд на мир. Вот если возникла такая идея сына человеческого и так далее, и так далее, они могли просто ее как бы сами разработать, то есть включить ее в еврейскую мысль. И таким образом эта книга Даниэля, она является как бы попыткой ассимилировать вот те идеи, которые были актуальны в то время, наверное. То есть было что-то такое прото, так сказать, христианское, еще может быть не Евангелие, не христиане, как бы и все, но сама вот эта интерпретация сына человеческого и мистика. Смотрите, я вам скажу, что такое прото-христианские идеи? Это вопрос очень спорный. Естественно, сами христианские авторы, правильнее сказать иначе, что сами христианские авторы воспользовались, будучи очень сильно укорененными в еврейскую культуру, как библейскую, так и, скажем, греко-еврейскую культуру конца эпохи второго храма, очень многие идеи и мотивы были включены в раннехристианские тексты. В этом нет ничего удивительного. В частности, как я уже говорил, идея страдающего мессии, она не является каким-то исключительным новшеством в христианской литературе. Такого рода идеи появляются. Просто в христианской литературе она была разработана с особой тщательностью. Да, это я имею в виду. Но это как бы дело уже более позднего будущего. Мы пока что здесь говорим о том, что происходило во втором храме. Если какие-то такие идеи носились в воздухе, и так же, как и Шаяу, и в других местах. Вот родился у нас ребенок, сын человеческий. С одной стороны, это символика народа Израиля, с другой стороны, кто-то мог это по-своему интерпретировать. То есть еврейская мысль пыталась как бы включить в себя те идеи, которые могли как бы появиться. Вот я не знаю, там филологи с Андриски, это как бы позже, но это тоже могло быть как-то попытка, то есть попытка освоить любую мысль, так же, как это когда-то было в отношении всяких языческих идей, которые систематизировались и обобщались, и объединялись под идеи. Вполне справедливо то, что вы говорите, да. То есть могла быть такой выпад, как бы мог быть. Да, вполне справедливо. Хорошо, спасибо большое всем. Я думаю, что на этом мы поставим точку на сегодня и в следующий раз продолжим разговор о книге Даниэля. Спасибо. Спасибо большое. Ну, очень интересно. Спасибо большое всем. Всем счастливо и пока. Туда единственная секунду, Натан. Значит, тут еще вопрос, можно ли рассматривать «Апокалипсис Иоанна» как некую попытку толкования книги Даниэла. Я бы сказал так, что «Апокалипсис Иоанна», это известное произведение, вошедшее в Новый Завет, оно является продолжением вот этой апокалиптической традиции и использует, конечно, некоторые мотивы, которые мы находим в более ранней литературе апокалиптической вообще и в книге Даниэля в частности. Спасибо большое за вопрос, Игорь. Всем спасибо большое. Да, я хотел технически еще сказать, может быть, это для части, хотя бы у людей будет интересно. То, что у нас по Йом-Хамиши был курс средневеково-еврейской философии, который вел Урий Гершович. Было последнее занятие на прошлой неделе. Значит, я подготовлен на этой неделе, сделаю плейлист всех прошедших занятий, опубликую, и вот в нашей группе здесь тоже, так что, пожалуйста, тем, кому это интересно и кто не смог побывать на всех занятиях, пожалуйста, вы сможете ознакомиться. Группа сама будет продолжать существовать. Урий обещался отвечать на вопросы, которые там будут народ писать. Окей? Ну, хорошо. На этом тогда мы кончаем. Да, спасибо всем. Всего хорошего.